Киберпреступность растет с пугающей скоростью, признают в правоохранительных органах. В числе приоритетов в работе с дистанционными мошенниками стали меры по повышению информированности населения. Этой теме был посвящен круглый стол, который прошел в МВД Республики с участием руководителей подразделений киберполиции, представителей общественности, средств массовой информации. Фатима Даурова подробнее. С телефонными и интернет-мошенниками сталкивались практически все россияне. Карачаево-Черкесия не исключение. По словам правоохранительной, с каждым годом число подобных преступлений растет. Мошенники совершенствуют схемы обмана, и несмотря на принимаемые меры, эффективность работы по пресечению раскрытия таких преступлений продолжает оставаться на низком уровне. В основном организаторы преступных схем и их исполнители, работающие в создаваемых колл-центрах, находятся за рубежом. Это осложняет изоблачение и задержание преступников. Только за январь и июнь текущего года в оперативную сводку МВД ПКЧР включено более тысячи фактов совершения преступлений с использованием ИТТ, а их раскрываемость не превышает 27,5%. Так, за пять месяцев 2024 года на территории нашей республики зарегистрировано 864 преступления данной категории. В аналогичном периоде у прошлого года было 532 преступления, то есть рост составил плюс 62%. Преступление совершения с использованием ИТТ, а доля тяжких и особо тяжких ИТТ-преступлений составила 7%. Специалисты отметили, что дистанционное мошенничество – это социально звучащая проблема. Злоумышленники похищают сбережения граждан в основном с банковских счетов и карт. А в некоторых случаях сумма потерь может исчисляться миллионами. За прошедший год общая сумма ущерба населения республики составила более 330 миллионов рублей. В профилактике подобных эксцессов задействованы сотрудники уголовного розыска, участковые, сотрудники районных отделов полиции и полицейские психологи. Проходят встречи, беседы с населением, но этого явно недостаточно. Сотрудники в один голос заявляют, что только усиление профилактических мероприятий среди населения посредством подключения средств массовой информации, общественных организаций, образовательных учреждений увеличит объем владения информацией о способах мошенничества, что в свою очередь поможет уберечь людей от потенциального обмана. Предупрежден, значит вооружен. Начать с управления образования, чтобы они по школам это распространили, школьникам дать какие-то домашние задания, чтобы они провели профилактическую работу со своими родителями, дедушками и бабушками. Во-первых, дедушки и бабушки с удовольствием лишний раз пообщаются со своими внуками, родители тоже лишний раз пообщаются, а дети потом в качестве домашнего задания докладываются о проделанной работе. То есть, с одной стороны, мы вовлекаем детей, они и сами самообразовываться будут, с другой стороны, у них воспитательный элемент, ответственность за своих старших. В рамках круглого стола также обсудили сотрудничество с региональными и федеральными органами исполнительной власти, операторами сотовой связи, кредитными организациями, интернет-провайдерами. Но, как говорят сотрудники, самый эффективный способ борьбы с аферистами, на удивление, прост. Быть бдительным, и когда звонят с неизвестного номера, лучше вообще не брать трубку или на худой конец сбросить звонок. Фатима Дорова, Виктория Карпенко, Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.